Пастырский международный саммит Мы сознательно решились на такое, чтобы это не делать live, не делать в прямом эфире, избегая всякой эйфории и комментариев и просто работы на впечатление. Это будет своеобразный маленький собор. Когда церкви в прошлом в истории собирались, они пытались выяснить, как им двигаться дальше, как относиться к тем или иным доктринам. Поднимались важные вопросы, соответственно, времени, в котором жила, находилась церковь. Я хочу немножко сказать о том, что каждый пастор, который поднимается за кафедру, он не просто проповедует Слово Божье, он толкует Писание. Вообще в 18 веке были так называемые толки, то есть направления. Скажем, если бы я жил в 18 веке, у меня был бы свой толк. То есть я бы по-своему толковал Писание. Одним называли это слово секта, другие словом толки. И получается, что все равно, ссылаясь на свой личный опыт, мы каждый толкуем Писание с маленькими разбежностями или с большими разбежностями. Одним словом, у каждого свой опыт. И таким образом, чем сильнее лидер, тем больше он рискует создать свою, если хотите, деноминацию. Когда-то Кальвин сидел, писал свои труды и, наверное, даже не думал, что он зарождает на этом большом дереве отдельную ветвь. Она была тогда маленькой и тоненькой, но потом она выросла в большую ветвь кальвинизму. Лютер тоже, наверное, не думал, что он создает практически лютеранство. Они просто были сильными лидерами, учили, как понимали, как верили, стояли на этих убеждениях. И получилось то, что сегодня на этом дереве под общим именем христианства так много разных разветвлений. Вы можете сказать, что это хорошо, и многообразие это полезно даже. Я, наверное, с вами соглашусь, но если я поделюсь с вами своим личным опытом, а в своем лице и опытом многих других людей, то это достаточно драматично, достаточно тяжело. Почему это тяжелый опыт? Потому что, когда я вспоминаю свои 18-20 лет, я помню, что я очень болезненно переживал вот этот раскол, можно сказать, когда харизматическое движение пришло на постсоветское пространство. Было значительно проще, когда мы росли в каком-то одном общем, простите, аквариуме. Было учение, были у нас свои авторитеты, толковались писания, других особо инакомыслящих за кафедру не пускали. И вдруг здесь подул ветер, он был очень свежим, этот ветер, закружилась голова, было столько всего, много нового, что очень полезно вообще для церкви непрестанно обновляться. Если бы не один очень тяжелый такой факт, когда создалось два лагеря, и один лагерь стал говорить против другого лагеря. И там, и там были люди верующие, и там, и там молились Богу, и там, и там открывали Библию, и там, и там жертвовали всем или многим ради Царства Божьего. Но когда я приходил в один лагерь, там говорили против тех людей, приходил туда, говорили против тех, и говорили очень однозначно. Это большая ошибка, когда мы говорим штампами, говорим штампами, да, просто отвергая все абсолютно, закрывая себя. И мы делаемся неспособными объективно оценивать ситуацию, потому что я считаю, что зрелость – это видеть хорошее даже у врага, и видеть плохое даже у друга. Это зрелость. Но немногие возросли в такое состояние, и я лично стоял на краю пропасти, я лично очень болезненно это переживал. Я вам сознаюсь, я чуть не разбился в вере, когда лидеры, авторитеты, большие, епископы говорили открыто один против другого. Бог меня сохранил. Были даже сверхъестественные моменты вмешательства Бога в мое сердце, чтобы я не разбился. Но другие люди разбились. Каждый стоял на рубеже, каждый выбирал, в какой лагерь примкнуть. Ну, одним словом, многие из нас, моего возраста, старше, даже моложе, помнят это время, тяжелое время. Мне вспоминается по этому поводу поэма Евгения Евтушенко «Голубь в Сантьяго». Это случилось, когда он был в Чили, и кто-то ему подбросил конверт в гостиничный номер под дверь. Он поднял этот конверт, и там было письмо «Исповедь матери», которое описывало очень трагичный случай, как совершил самоубийство ее единственный сын, подросток. С чем это было связано? Отец и мать этого подростка развелись. Они люто ненавидели друг друга. А мальчик любил обоих и любил всем сердцем. И он тайно бегал то к отцу, то к матери. И каждый раз, когда он приходил к отцу, отец говорил ему, если ты ходишь к этой ведьме, ты мне загоняешь нож в сердце. И он держался, держался, потом бегал к матери тайно, скрывая отца. И мать тоже самое говорила, если ты ходишь к этому дьяволу, ты мне загоняешь нож в сердце. И он не знал, как справиться. Он видел, что он причиняет боль обоим. И в своей детской голове он почему-то пришел к заключению, что если он уйдет из жизни, то он избавит их от этих страданий. Что он им причиняет страдания, что он виноват в этих страданиях. И он забрался на крышу многоэтажного здания какой-то гостиницы в центре города и просто прыгнул. И упал на площадь и убил своим телом голубя. И Евтушенко написал это в большой такой поэме «Голубь Сантьяго». Это очень трагично, это очень тяжело. И это реальный пример того, как разбиваются люди, когда они оказываются между двух лагерей. Я давно желал и хотел этого диалога. По большому счету это будет диалог между пятидесятническим крылом и харизматическим крылом церкви. За последние 30 лет. У меня есть прямо дерзновение сказать, что созрели, мы созрели к такому разговору. Я говорил со многими, знаком со многими людьми, известными как в харизматическом крыле церкви, так и в пятидесятническом крыле церкви. И то ли мы немножко устали, то ли мы повзрослели, то ли есть какое-то желание или необходимость реабилитации у отдельных людей. И, наверное, если бы представилась возможность, они бы захотели извиниться за кое-какие вещи. Одним словом, мне думается, что у нас получится. Меньше всего мне хочется просто шоу. Просто ярко оперировать отдельными фразами, емко поражая оппонента. Ни в коем случае. Если это так, я как бы сразу ухожу, я сразу не желаю этого. Но общаясь с отдельными служителями, лидерами церквей, движений, я увидел, что они хотят, именно желают этого разговора. И не в качестве оправдания своей конфессии, а в качестве вообще попробовать объясниться. А нам, таким как я, обычным пасторам, это очень важно и очень нужно. Потому что в последнее время на сцену церкви поднимаются новые имена. Сомнительные, странные, какие-то апостолы. Не осудите меня. Белые и черные. Кто за ними стоит, за этими пророками и апостолами? Чему они учат? Сегодня так сложно в этом всем разобраться. Очень сложно. Времени не хватает. Огромный информационный перегруз. Плюс, правильны ли это доктрины, правильны ли это акценты, правильны ли это люди. Об этом будет разговор, и он будет длиться три дня. Три дня будет длиться этот разговор. Я сознательно сделал так, чтобы выбрал, просто составил список сотен пастырей, которые знаю и не знаю. И мы начали звонить и даже выезжать в отдельные города и просто рассказывать то, что я вам сейчас рассказываю. И мы удивились тому, насколько люди желают этой встречи и этого откровенного разговора. И, наверное, даже в конце такой глубокой сокрушенной молитвы. Потому что, говоря с отдельными лидерами, они мне прямо говорили, я не знаю, хватит ли у них мужества сказать это перед всеми. Дай Бог, чтобы не хватило мужества. Но в личной беседе ни один из них говорил, как мы чудили, как жалко, что мы этому учили. Наши отдельные доктрины не выдерживают критики. Я почувствовал, что люди бы хотели в каком-то смысле извиниться, в каком-то смысле объясниться друг перед другом, как и должно в одной большой христианской семье. Поэтому с 6 по 8 сентября, я об этом молюсь и отношусь к этому с большим трепетом в душе, у нас пройдет пастырский международный саммит, на который съезжаются много пастырей. И мы сознательно приглашаем их с женами, если есть такая возможность. Из разных стран, из разных городов, из Соединенных Штатов съезжаются эти пастыри. Вы видите в рекламе, что основными участниками или спикерами будут Виктор Павловский, епископ из Молдавии, Виктор Судаков, епископ из России, Артур Симонян из Еревана и Алексей Ледяев из Латвии. Но это далеко не все люди, просто нас даже не помещаются все. Я думаю, что человек 20 будет участвовать в этом большом мероприятии. Это будут и дискуссии, будет возможность голосования отдать свой голос, будет возможность обсуждения в малых группах, будет возможность маленьких рефератов. Мы будем говорить о прошлом, мы будем говорить о настоящем, мы будем говорить о будущем, куда идет Церковь, как будут развиваться на мировой арене все события и как на эти события должна реагировать Церковь. Это все очень важно, очень важно. Я просто с нетерпением жду, потому что когда я провожу время с этими служителями, я задаю важные вопросы. Что произойдет на Ближнем Востоке? Что сейчас происходит с церковью в Европе? Каковы тенденции развития завтрашнего дня? Куда мы идем? От чего мы должны воздерживаться? На что должны делать акценты? Что такое классика евангельская классика? Чего мы должны держаться? Что будет проверено временем? Что отпадет само собою? Как относиться к отдельным личностям? Скажем, Джерок Ли, кто этот человек? В отдельных кругах его рекламируют и прославляют, в других кругах его называют еретиком, откровенно показывают факты, чему он учит. Много наших людей раздвоены, они не знают, как вести себя, как реагировать. Кто такой Тиби Джошуа? Наши некоторые люди ездят к нему годами, отвозят туда финансы, перенимают опыт, перенимают помазание. Некоторые заявления этого человека просто странные, они просто не вписываются в богословие, не говоря о практике. Очень трудно судить обо всем. Поэтому нам очень и очень нужен такой большой конструктивный диалог. Поэтому я приглашаю всех вас, кто не безразличен, кто привык мыслить масштабно, стратегически, кто понимает, что мы все ответственны, когда мы открываем Библию и когда мы начинаем толковать Писание. На кого мы ссылаемся, на кого ориентируемся. Все равно у каждого из нас есть берега. Любой из нас имеет свои берега. Вот меня впечатлил этот момент, когда Господь хотел апостола Петра послать Корнилию к язычнику. У Петра были свои шоры, свои берега. Он понимал, что он с язычниками никогда не ел, никогда не чистого не ел. Он это твердит Богу, а Бог, простите, твердит ему. Там написано три раза. Бог повторяет одну и ту же процедуру. Три раза. Три раза опускается и поднимается полотно. Три раза Бог ему говорит, я очистил, ты можешь это есть. А он Богу три раза говорит, я никогда этого не делал. Настолько сложно менять убеждение. Это и понятно, потому что человек состоит из убеждений. Человек состоит из того, во что он верит, за что он готов даже пострадать. Он платит цену за свои убеждения. Я не думаю, что кому-то интересны люди без убеждений, без принципов, без хребетные. Очень важно, чтобы люди имели убеждения и вдвойне важно, чтобы эти убеждения были основаны на священных писаниях. Поэтому еще раз, с 6 по 8 сентября здесь, в Сакраменто, мы готовим всю нашу площадку. У нас 10 акров земли. Здесь кроме этих форумов, диспутов, кроме обсуждений, кроме рефератов, будут мастер-классы для пастырей. Будут выбраны самые злободневные вопросы, с которыми сталкиваются сегодня пастыри. И мы все это сделаем для вас на высшем уровне. Мы очень готовимся к этому, стараемся это сделать. Кроме этого, по вечерам мы готовим, можно сказать, шикарный отдых для служителей и пастырей. Будут разные возможности и спорта, и просто молитв друг за друга, душепопечений. Будут бандфайр, как мы выражаемся на английском языке, вокруг костра можно будет посидеть. Мы сделаем несколько точек в городе, куда можно будет выехать просто на отдых. Одним словом, мы хотим сделать это на высоком уровне, чтобы, встретившись, мы могли поговорить. Может быть, поплакать на плечи один другого. Может быть, извиниться. Может быть, просто побыть вместе. Просто обняться. Просто пожать руки друг к другу. И конструктивно показать, вот это было неправильно. Мы сожалеем об этом. Вот это все-таки было достойно. Стоит держаться этого. И обозначить для нашего поколения, для нас сегодня, для нас обозначить все-таки ориентиры, на которые мы должны равняться. Поэтому у меня большая просьба молиться об этом. Присылайте свои пожелания. Я очень дорожу вашими звонками и письмами. Особенно, если вы пастыри. Если у вас есть опыт служения людям. Если вам не все равно, что происходит с церковью. Я прошу, участвуйте в этом. Любые ваши советы, пожелания я воспринимаю очень серьезно. Помогайте нам подготовить это большое мероприятие. И обязательно заходите на веб-сайт, страницу этого саммита и регистрируйтесь. Потому что время уходит, и у нас есть только 500 мест. Всего лишь 500 мест. Мы можем принять только такое количество людей. Поэтому мы вас очень ждем в Сакраменто. Это будет неповторимо. Неповторимо. Это будет незабываемо. Если особенно Господь даст благодать и посетит нас. И мы сможем решить те вопросы, которые стоят сегодня перед церковью. Спасибо вам.